Обнаружив, что настроя, она замерла на пороге, и глаза её становились на алканере. Рассерженность Ольги на миг сменилась изумлением. Всем привет! Вы на канале Девплей, и мы продолжаем проходить историю одного неудачника. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал или... задонатить по ссылкам в описании. Погнали! Мне было интересно, как вчера закончился день моего соседа и когда он вернулся обратно. Но алканер, пинком отправивший одну из вчерашних бутылок под мою кровать, перебил меня на полусловие. Хм, сейчас бы пельмежей навернуть, чё там по времени, Семён! Я вспомнил о том, что мой телефон при таинственных обстоятельствах ожил и имел почти полный заряд. Достав аппарат из кармана, я глянул на дисплей, где высветилось недавно сделанное селфи со мной и моей испечей на заднем плане пьяной копией. Бля, у меня тут жопу видно, вот дали это увидят! Подумаешь, что-то нехорошее! Так сколько сейчас? Потребовал алканер, заглянув в дисплей моего телефона. Время завтрака, умыться ещё успеем, а ты что, с нами пойдёшь? Ну а хули нет? Коризван, кош... кошаков бездомных подкармливает, одного лишь... Лишь... Лишнего... Пионера накормят. Так, подожди, а что будет, когда все увидят, что нас двое? Раньше... Меня-то тоже парило. Лагерь от такого глючила, как меня с бодунища. Глючила? Это как? То замкнёт кого-то, то цикл заново хуякнется. А ну ты не парься, это в прошлом. Только не пырся на меня так. Хочешь это перетерпеть? Го сначала поджрём нормально. И накатим ещё, чтоб душевнее побазарить. А об остальном не... Пер... Переживай. Алканер тем временем сделал едва уловимый пас, и в его руке появилась бутылка пива. Похоже, выпитой с Толяном на побалам яшке было недостаточно. Пару мгновений спустя, моя спившаяся версия из будущего с жадностью присосалась к горлышку. Скажем Харису, что я твой кузен. Он поверит. Я... Ог... Органично всюду впишусь в любую мать его ситуацию. Я недоуменно покосился на него, пытаясь разобраться. Шутит ли наш любитель выпить или говорит серьёзно. Понять было сложно. Толян, дро... Дрожи... Ща... Хочешь научить тебя... Гр... Гр... Градус понижать. С этого охуительно пропирает. Толик, стоявший всё это время молча и покачивающийся из стороны в сторону, снова оживился. Алконер протянул ему бутылку и мой сосед уже сам потянулся к ней. Чутьё подсказывало мне, что ничем хорошим это не закончится. И оно не подвело. Прежде чем я успел что-то предпринять, мы услышали шаги. Кто-то поднимался по крыльцу. Мы перевели взгляды на дверь. Бля... Дверь оказалась не закрыта. Вероятно, в этом был повинен невнимательный Толян. Ручка дёрнулась и мы увидели Ольгу Дмитриевну. Вид у неё был сердитый. Пионера! Я только что слышала бранное слово! И какой ещё градус? С такими словами вожатая вошла в нашу скромную обитель. Обнаружив, что нас трое, она замерла на пороге и глаза её остановились на алконере. Рассерженность Ольги на миг сменилась изумлением. Её взгляд изучал его снизу вверх. Вонючие носки с дыркой в районе большого пальца. Спортивные штаны, грязная майка, алкашка и, наконец, бутылка пива в руке. Тааааак! Пионеры, сейчас же объясните, чем это у вас тут пахнет? Это ароматы перегара. Шанель номер шесть. Я не знал, что ей ответить. Толян просто стоял, слегка покачиваясь на месте. А алконер почёсывал подмышку и невозмутимо рыгнул. Блять. Что там говорил про органично впишешься в любую ситуацию? Фу! Это отвратительно! Семён. Как тебя зовут, пионер? С какого-то отряда? С... Серафим. Его зовут Серафим! Ольга накмурилась, а я поймал неодобрительный взгляд алконера. Похоже, всплывшее в моей памяти имя ему совсем не понравилось. Спасибо, Семён, но я спрашивала из Серафима. Н... 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 Семён моё имя! Я это, а он только из будущего! Он ткнул в мою сторону горлышком бутылки. Ольга Дмитриевна стиснула зубы и резко выхватила у Серафима пиво. Что ты тут устроил, пионер? Одет невесть во что, сам уже не соображаешь, да ищи ребят моих спаиваешь. Да Толян только в радость. Неподобающее поведение для пионера в лагере это недопустимо. Мне надо будет всё обсадить с твоим вожатым Серафим. Так вы ж моя вожатая! Самая лучшая, единственная и неповторимая. Ольга покраснела, видимо таких комплиментов ей давно никто не говорил. И услышанная остудила её гнев. Она покрутила в руках бутылку, сначала отведя взгляд, а потом снова попытавшись напустить на себя серьёзный вид. Получилось это у неё не сразу. Женщина наклонялась к алканеру, нравоучительно погрозив ему бутылкой. Я была бы рада такое услышать, но не от не... Но не от не трезвых пионеров, позорящих честь этого лагеря. Серафим, ты хоть знаешь, как это вредно для здоровья? Где пиво взял? Ещё есть? А чё, тоже хотите, а я бы... Да я бы вас угостил. Засмеялся пионер в майке алкашки, а Ольга Дмитриевна не удержалась и хихихнула. Похоже, её позабавила невозмутимость Серафима и его игривая манера общения с ней. Так, всё, ни слова больше, наказание тебе всё равно не избежать. А ради вас... Чем угодно! Ольга отступила на шаг назад, к такому она была явно не готова. И алканер всё продолжал. Сахар по-по-по-по-таскаю, генда да блеска натру. В стол... Сто... Столовой все тарелки перемоем. Хотите... Приятненько я вам сделаю. Мы с Толиком переглянулись. Похоже, даже до моего тормознутого соседа дошло, что именно предлагал алканер. Толян заулыбался, отчего Ольга Дмитриевна окончательно растерялась. Довольно. Так, марш отсюда. Это я заберу, и чтоб больше такого не повторялось. Серафим, я лучше с твоим вожатым побеседую. Он или она пусть и решает, что с тобой делать. Алканер торжествующе посмотрел на меня, мол, показывая вот как надо выпутываться из подобных, казалось бы, безвыходных ситуаций. Толя и Семен, а вы поможете Мику с организацией концерта и поучаствуете в одном из сегодняшних номеров. Сразу после завтрака пойдете туда. Времени вам хватит, я проконтролирую. Я хотел было возмутиться, что даже не пил. Но понял, что это бесполезно, поэтому кивнул, и Толик тоже приуныл. С другой стороны, как же хорошо, что она назначила нас именно к Мику. Я как раз хотел разобраться в том, что произошло вчера. Это будет вам уроком, куда лучше проводить время за полезным общество делом, чем здоровье с молоду губить. Ну раз, Мику лучше потрахаться, чем набухаться, согласен. Она окинула нашу комнату быстрым взглядом, и мы с Толионом напряглись. Вчера весь мусор был под кроватями. Что, если Ольга захочет под них заглянуть? К счастью, она так и не захотела. Пыльно у вас тут как-то. Хоть пол бы протёрли. И ты, Персонов, что тоже форму не уважаешь, так и не переодел рубашку. Впрочем, потом она снова взглянула на Алконера, чей внешний вид насиловал пионерский эталон больше, чем моя гавайская рубашка, подаренная Мику. Так, всё, мы и так много времени потратили марш умываться. Ольга выпроводила нас наружу и, не забыв прихватить бутылку, пошла прочь. Видимо, на поиске несуществующего вожатого Алконера. «Серафим? Чё за уебанское имя?» «Молчи уже, Алконер, сам виноват. А ты зачем правду ей рассказать решил?» Буркнул я. Дерзить, пусть даже и самому себе, я бы при других обстоятельствах не осмелился. Но своими выходками Алконер успел изрядно вывести меня из себя. Из-за этого алкаша я не спал в своей кровати, был припахан к участию в концерте. А ещё не получил внятного ответа на многие свои вопросы. «Ты ещё слишком узко мыслишь». «Я шире. Я знаю, что за каждым из циклов идёт следующий». «Да и алкоголь меня немного рас... рас... расслаб... раскрепощает». Дойдя до умовальников и никого не встретив по пути, мы принялись к утренним процедурам. Погода была чудесная, особенно на фоне дождливого дня, оставшегося позади. Мы с Толиком начали чистить зубы, а Алконер тем временем вооружился новой бутылкой пиваса и лениво попивал её. Поглядывая по сторонам, мы ничуть не опасались, что его кто-то заметит. «А вы знаете... ко мне тут мысля одна... пришла... Забейте хуй на наказание и концерт! Я вас... я вас между циклами прыгать научу!» «Не хочу наказание, а хочу прыгать!» Толик, конечно, не представлял, о каких циклах говорит наш знакомый. Я задумался о словах Алконера. Предложение было заманчивым. Внятного объяснения всего, что происходит в лагере, я от него так и не дождался. Вчера Алконер не очень складно рассказывал о циклах и других версиях меня. Но вот он мой шанс! Зачем слушать, если можно увидеть всё своими глазами? Впрочем, что-то мне подсказывало, что с Алконером можно вляпаться в какую-то новую неприятную историю. К тому же, куда я пойду, если здесь останется моя Мику? Я был по-прежнему настроен разобраться в том, что произошло вчера. «Нет, ты уж извини, я пас и Толик тоже!» Решительно ответил я. Алконер допил пиво, небрежно бросил бутылку в кусты. Толик перестал улыбаться. «А то почему, Семён, я хочу пойти с Серафимом?» «Вот видишь, Толик всегда был умным не по годам!» Я посмотрел на своего соседа, вспоминая всё то, что успело произойти. Как он заводил меня в какие-то дебри, как будил своим долбаным треугольником. «Ну и катись, если хочешь!» «Я таки думал, что ты зассал!» «Да шутканул я! Никуда прыгать не будем!» «Как это не будем?» Возмутился Толик, который, не имея ни малейшего понятия о циклах, уже приготовился участвовать в этой авантюре. Я тоже был удивлён тем, что Алконер резко передумал. «Толин, твоя справка такого...» «Не предусматривает!» «И тебе, Семён, с Микофилом разобраться надо сначала!» Слегка шатающейся походкой Алконерп отошёл к ближайшим кустам, приспустил штаны спереди и, никого не смущаясь, приступил к справлению малой нужды. «Какой же крутой этот парень, ничего не боится!» «Я один раз так же сделал, меня тогда Славе чуть метлой не забило!» «Славя? Да быть не может!» «Но же и Мухи не обидят, да и ты у неё самый лучший помощник!» «Я сделал это на площади, а она тогда её подметала!» «Наверное, я что-то сделал не так, но мы уже давно помирились!» «Это всё объясняет!» «Между тем, к нам вернулся Алконер, подтягивающий спортивные штаны!» «Ну, вы как, закончили?» «Я до жути соскучился по стрепнях Ариса!» «Мы с Талином были солидарны!» «В итоге мы втроём направились к Сталовой, стараясь контролировать Алконера с двух сторон, чтобы его шатающаяся походка не так бросалась в глаза!» «Хотя по запаху и одежде нашего вечно пьяного товарища и так всё было понятно!» «Впереди выросло заветное здание, из которого уже начали выходить утолившие голод пионера!» «Мы изрядно подзадержались!» «Алконер, первым почуяв запах картофельной запеканки с мясом...» «Алконер, первым почуяв запах картофельной запеканки с мясом!» «Он уже не мог устоять и ринулся вперёд!» «Он так спешил, что споткнулся на лестнице, но, как самый настоящий пьяный мастер, каким-то чудом не упал!» «Чё застали, а жрать не хочется?» «Я тогда ваши порции схаваю...» «Мы с Толиком переглянулись, прочитав в глазах друг друга несогласия с таким поворотом событий, поэтому пришлось поторопиться и догнать алконера» «Первым вопросом, который меня волновал, было наличие Ольги в столовой» «И да, она была здесь, увидев нашу компанию, вожатая нахмурилась!» «По-видимому, найти вожатого отряда Серафима у неё пока таки не вышло!» «Понятно почему!» «Но Ольга решила не вставать и продолжила трапезу!» «Тоже отправились за своими порциями!» «Вах-вах! Да как вы на индейцевой близнеце!» «А, блять, однояйцевой близнеце!» «Но шо-то я тебя не припомню, парень!» «Харис, это Серафим, он приехал попозже» «Повар изучающая глядел алконера, покрутив в пальцах деревянную лопатку» «К счастью, аромат запеканки был сильнее запаха переговора» «Ещё попозже тебя? На несколько дней?» «Я про...пропустил свой автобус!» «Чёрт, мои коты! Наверное, от жары плесни чего-нибудь, брат!» «В горле...пересохло!» «Заботливая натура повара победила его сомнения, и он выдал нам, как всегда, щедрые порции» «Алконеру по случаю приезда дал целых два компота» «Мы с Толиком ожидали услышать уже привычную фразу, но алконер нас опередил» «От души!» «Повар, утирающий счастливую слезу, остался позади» «А мы занялись поиском свободного места» «Одно такое обнаружилось с кибернетиками» «Так, братва, надо перетереть с ними, позже свидимся» «Неожиданно выдал наш товарищ и плюхнулся на стол рядом с удивленными, таким поворотом событий, шуриком и электроником» «Делать было нечего, как бы мне не хотелось получить обещанные ответы» «От этого вечно пьяного типа свободных мест рядом не было» «Зато я заметил Мику, которая махала нам столиком рукой» «Пойдем, Толя, а то еда остынет, я нашел, куда нам сесть» «Похоже, девушка нас и ждала» «У нее за столиком были свободные места, будто специально подготовленные к нашему приходу» «Наверное, с японкой уже успела переговорить Ольга» «Доброе утро, ребята, как дела?» «Ой, а Ольга Дмитриевна сказала мне, что вы тоже участвуете в концерте» «Как здорово, молодцы, что решились» «Похоже, мои предположения подтвердились» «Только вот Ольга умолчала, что это не наша инициатива» «А что вялые такие, будет весело, честно-честно» «И номер вам придумаем, и отрепетировать успеем» «Она бросила на меня взгляд украдкой» «И может быть, на что-то еще время останется» «По моей спине пробежала приятная дрожь, конечно, я понял, что она имеет в виду» «Но вдруг у Толика заурчало в животе, и девушка замолкла, поняв, что лучше сначала разобраться с завтраком» «А потом уже возвращаться к делам» «Мы приступили к трапезе» «И на этой чудесной ноте сегодня будем заканчивать выпуск» «Что ж, всем спасибо за просмотр, и всем пока» «Вернись ко мне, моя мечта, из уголков пустой вселенной» «Верни мне жизнь и согревай, освободи меня из плена»